Кошкинское интернет телевидение Здравствуйте, с вами Кошки ТВ. Сегодня мы находимся в селе Старая Ивановка, где состоится открытие универсальной многофункциональной спортивной площадки. Внимание! Мы рады вас приветствовать на празднике, посвященном открытию универсальной спортивной площадки. Добрый день и добрый час! Мы не зря собрали вас. Звучит повсюду смех веселый, спешит на праздник детвора. Сегодня у нас день особый. Открытие спортивного двора! Много здесь людей трудилось, а теперь настал тот час посмотреть, что получилось. Но глядите-ка, ребята, здесь какая-то преграда. Ленточкой закрыта дверь. Как же быть-то нам теперь? Подскажите, научите. Узел крепкий развяжите. Как же быть нам? Что же делать? Три-четыре! Нам нужно ленточку разрезать! Совершенно верно! Нужно ленточку разрезать! Попрошу сюда пройти и за дело смело взяться уважаемых людей, наших дорогих гостей. Проходите, пожалуйста. Право перерезать ленточку предоставляется нашим гостям. Министру сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексею Петровичу Попову и главе муниципального района Кошкинский Виктору Николаевичу Титову. Ваши аплодисменты! Знаменательный момент! Проходите, пожалуйста. Я с большой радостью предоставляю слово главе муниципального района Кошкинский Виктору Николаевичу Титову. Уважаемый Алексей Петрович, уважаемые жители Старой Ивановки, гости сегодняшнего нашего мероприятия действительно по-большому. Это большой сегодня праздничный день. Это очень традиционный день. Вот такая спортивная площадка сегодня в короткие сроки выполнена. Я считаю, с хорошим качеством. Мы выражаем слова благодарности, в первую очередь, Министерству сельского хозяйства и лично Министру сельского хозяйства, заместителю председателя правительства Алексею Петровичу Попову за то, что было принято решение из трех спортивных площадок, которые строятся в Самарской области. Значит, одну площадку предоставили нам, Кошкинскому району. Действительно, это уже по счету... По счету 13-я площадка, которую построили за короткий промежуток времени. Тем самым мы считаем, что развитие спорта должно увеличиться, и занимающих спортом должно возрасти. И в первую очередь, это площадка для нашего подрастающего поколения, нашим детям, нашей молодежи, ну и, конечно, взрослым. Летом это занятие мини-футбол, волейбол, баскетбол, а в зимний период мы надеемся, что и взрослое население встанет на коньки, потому что инструктор здесь у нас, действительно, он всех заставит и поставит. Так что все... Все поправляйтесь в своем здоровье, занимайтесь спортом, ну и, соответственно, будут результаты у нас лучше и в сельскохозяйственном производстве. Ну и, пользуясь, значит, случаем, то, что вот остается короткий промежуток времени, да, выборов, ивановские жители или сельское поселение Шпановка должны продемонстрировать свою вот такую, значит, активность, это и по явке, и, соответственно, значит, да, за наших кандидатов, которых сегодня мы предлагаем. Так что давайте не подведитесь, чтобы мы не подвели и Министерство сельского хозяйства, и нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина, который все делает возможное, чтобы именно все направления социальной сферы, сельскохозяйственного производства, бизнеса, значит, шли только-только, значит, по возрастающей. И вот практически вот след этого объекта, значит, будет уже сдаваться крупный спортивный объект, это в селе Кошки спортивный комплекс с ледовым дворцом, который будет в полный календарный год функционировать, ну и, соответственно, там уже будут вот те ребята, которые здесь будут хорошо заниматься, будут хорошо показывать свои спортивные, значит, достижения, будут уже участвовать вот на том стадионе, или на той площадке. Всем крепкого здоровья, всем успехов, значит, да, ну и, конечно же, вот, чтобы нам хорошей погоды, чтобы завершить уборочную кампанию. А уборочная кампания сегодня идет, ну, на хорошем уровне, значит, на хорошем уровне, и хорошие результаты, в том числе и по вашему хозяйству. Всех с праздником! Большое спасибо! И стало доброй традицией, что Виктор Николаевич приходит не с пустыми руками. И я приглашаю сюда Железного Владимира Алексеевича! Вам вручают футбольные мячи! Пусть они приведут ребят спортивным победам! Большое спасибо! А свой музыкальный подарок вам дарят сестры Лазаревы! Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Со спортом я с дождей я дружу Я им болею, им живу душу И спорт всегда во всем мне помогал Как лужи в руке теньга выручал Конечно, тренировки здесь басы И тренеры хорошие нужды Жить без спорта невозможно Выбрать вид любой спорте всем несложно Ну а я хочу все беды искать Как в последнем настоящий жизнь искать Жить без спорта невозможно Выбрать вид любой спорте всем несложно Ну а я хочу все беды искать Что со сменой настоящей жизни искать Дорогие ребята и уважаемые гости Сегодня у нас большое событие Благодаря Министерству сельского хозяйства и продовольствия Появилась эта спортивная площадка Теперь и у детей, и у взрослых Появилась реальная возможность С интересом и пользой проводить досуг От имени детей и взрослых Всех жителей района Благодарим вас И надеемся на дальнейшее Плодотворное сотрудничество Спасибо вам большое И вам слово Я слово предоставляю Министру сельского хозяйства и продовольствия Попову Алексею Петровичу Добрый день Уважаемый Виктор Николаевич Уважаемые сельчане Сегодня действительно замечательный праздник И сегодняшний день доказывает одну простую истину Что те декларации и те слова Которые сегодня говорятся на всех уровнях власти В Российской Федерации, в Самарской области В вашем районе Это не просто слова Это реальное воплощение в будущем В реальные дела Успехи в сельском хозяйстве В социально-экономическом развитии Вашего района Приводят и к успехам В развитию различных сфер вашей жизни И одним еще доказательством этого Является открытие еще одной площадки Плодотворное сотрудничество Руководство района По всем программам Которые есть на сегодня на уровне Субъекта Российской Федерации И в Российской Федерации на федеральном уровне Говорит об эффективной работе районных властей Властей поселенческого уровня И говорит о том, что здесь живут Неравнодушные инициативные люди Которые хотят жить на селе Хотят получать качественные услуги Хотят заниматься спортом И ни в чем не быть ущербны от жителей города Программа устойчивого развития сельских территорий Которая в Российской Федерации на сегодня работает Такую возможность предоставляет всем тем Кто активную занимает позицию Хорошо работает на селе Добивается успеха И естественно активно проявляет себя В гражданской и социальных сферах нашей жизни Поэтому этот Я не знаю, подарком трудно назвать Но вот то событие, это совместное усилие всех ветвей власти И ваше участие в активной позиции И является, наверное, плодом того Что в этом населенном пункте В вашем сельском поселении Появилась эта замечательная спортивная площадка Ну а наилучшим доказательством того Что здесь всем все нравится Является вот этот маленький человечек Который уже активно бегает по этому полю Значит здесь все хорошо Значит есть у него будущее Значит он здесь будет играть И дай бог, чтобы таких маленьких человечек Было как можно больше Успеха вашему поселению Успеха людям, которые живут в селе Успеха в труде И во всех тех достижениях Которых наверняка у вас еще будет очень много С праздником и дальнейших успехов Спасибо Большое спасибо Спорт, ты мир, кумир и образ жизни Только с тобой в состоянии духа, души и тела В абсолютной гармонии Слово предоставляется руководителю подрядной организации Открытого акционерного общества Дорстройинвест Забарову Гусману Вазыховичу Добрый день, уважаемый Алексей Викторович Уважаемый Виктор Голлович Анатолий Александрович Дители села Ребята, поздравляю вас с открытием Такой универсальной красивой площадки Нам подрядчик было очень приятно выиграть тендер И построить здесь за короткое время такое сооружение Это еще отрасльно так Что правительство Самарской области Министерство Сельскохозяйств Продолжение Самарской области Очень активное и положительное влияние Имеет в рост детской спортивной площадки Ну, при строительстве было много вопросов Я очень, значит, хочется большое спасибо сказать Главе администрации Кушкинского района Виктору Николаевичу Руководитель комитета ЖКХ и строительства Анатолия Александровича Было очень взаимопонимание и решение вопросов положительным Поздравляю вас, ребята Играйте, растите Поздравляю вас с праздником От нас, мальчик, подарок Замечательные подарки Я думаю, вам они пригодятся Развитие спортивной жизни в руках нашего молодого поколения Которые с честью будут приумножать спортивные достижения Наших именитых спортсменов А я хочу слово предоставить главе сельского поселения Шпановка Зубову Владимиру Ивановичу Уважаемые односельчане Уважаемые гости Сегодня трогательные, волнительные события у нас Мероприятия очень значимые Которые, так сказать, впишутся в историю нашего сельского поселения И села Старая Ивановка Уважаемый Алексей Петрович Уважаемый Виктор Николаевич Анатолий Александрович И руководитель ОАО Дорстройинвест Конечно, сегодня Вот то мероприятие, которое провели Те денежные средства, которые были выделены Правительством Самарской области А конкретно Министерством сельского хозяйства Это большой вклад в развитие сельских территорий И поэтому мне хочется сказать Когда в июне месяце заезжала бригада И многие подходили ко мне и не верили И говорят, а в этом году построят или нет И в такие короткие сжатые сроки Площадка была построена Наша дальнейшая задача, значит, сохранить ее в таком виде В котором она сегодня есть И я считаю, значит, все мероприятия, которые будут проводиться здесь С детьми, значит, в дальнейшем они выйдут на районный уровень Будут также здесь проводиться районные соревнования В зимнее время будет ледовый каток И просьба, значит, ко всем приходить с внуками С детьми По примеру Быковки Я скажу, значит, что там от мала до велика все идут И все стараются встать на коньки Помогают спортоинструктору, значит, наводить на площадках порядок Поэтому еще раз, Алексей Петрович Я благодарю вас за оказанное доверие нашему сельскому поселению Виктору Николаевичу За то, что он настойчиво боролся за это За выделение данной площадки Именно сельскому поселению Шпановка И выделению денежных средств Спасибо вам огромное С праздником Всех с праздником Сегодня открытию этой площадки радуются не только ребята, но и взрослые Слово предоставляется тренеру-преподавателю Железнову Владимиру Алексеевичу Здравствуйте, уважаемые относельчане Нам повезло А значит, что будем жить Вот к нему обращаюсь Через призму вас взрослых Вы к нему К ним С любовью Есть шанс не попасть в дом престарелых Они будут вам потом С заботой Спасибо правительству Спасибо главе района и его команде Спасибо губернатору Спасибо того, что нас зовут к жизни А не того, что, как говорится Задача не в том, чтобы здесь великих спортсменов А чтобы они окурки и бутылки не собирали Да чтобы уважали они ваши, как говорится, заслуги трудовые Жизненный ваш путь И чтобы сами были воспитаны Поэтому еще раз вам большое спасибо Ну и думаю, что вы нас поддержите Учитывая нашу, как говорится, маленькую отдаленность В дальнейшем помочь нам некоторым инвентарем А я хочу просто сказать спасибо От всех, кто здесь стоит Спасибо вам большое Символический подарок От детского садика Солнышко от родителей и от детей Деланное своими руками Старо-Ивановка славится и талантливыми людьми И я сюда приглашаю коллектив Ивановские зори Они исполнят для вас песню Сторонка русская Встречайте Добрый день, уважаемые атмосфельчане Добрый день, уважаемые гости От имени коллектива художественной самодеятельности И от жителей сельского поселения Шпановка Хочется выразить огромные слова признательности и благодарности Всем, кто принимал участие в строительстве И создании такой универсальной площадки Хочется пожелать мира и добра Крепкого здоровья Новых трудовых успехов во имя нашей России АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наша спортивная площадка уникальна Здесь можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей Да здравствует сетки, мячи и ракетки Зеленое поле и солнечный свет Да здравствует отдых борьба и походы Да здравствует радость спортивных побед Право первыми забить гол в ворота Предоставляется нашим почетным гостям ГОВОРИТ ПОЕДЛА ГОВОРИТ ПОЕДЛА Мы решилиhes, которые в立 경우 Субтитры сделал DimaTorzok